Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня предлагаю приготовить простую выпечку. Овсяное печенье. Какие ингредиенты нам нужны? Овсянка, мука, изюм, коричневый сахар, простой сахар, соль, яйца, сливочное масло, корица, сода, ванилин и разрыхлитель. Точное количество ингредиентов вы увидите у себя на экране в начале видео и в описании под видео. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала соединяем сухие ингредиенты. В муку добавляем корицу, соду, ванилин и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем, просеиваем два раза и оставим в сторону. В миску кладем сливочное масло. Комнатной температуры. Сливочное масло взбиваем до бела. В масло добавляем щепотку соли, белый сахар и коричневый сахар. И взбиваем до пышного состояния. По одному добавляем яйца. Каждый раз хорошо взбиваем. У меня получилась очень пышная масса. Миксер нам больше не нужен. В эту массу добавляем мучную смесь. Мучную смесь добавляем частями. Перемешиваем лопаткой. Добавляем остальную муку. Опять хорошо перемешиваем. Получается вот такое тягучее тесто. Сюда добавляем овсянку. И изюм. Изюм желательно заранее почистить и промыть. Вместо изюма в тесто можно добавить шоколадные капли или сушёные ягоды. Получается вот такое тесто. Липковатое. Дадим тесто отдохнуть 10 минут. Пока тесто отдыхает, разогреваем духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам нужна холодная вода. И 2 ложки. С помощью ложек нужно сформировать печенье. Если у вас есть ложка для мороженого, будет ещё лучше. И кладём на бумагу. Между ними нужно оставить хорошее расстояние, потому что печенье увеличивается при выпечке. Ставим печенье в заранее разогретую духовку. Температура духовки 180 градусов. Нам понадобится приблизительно 15-20 минут. Время приготовления зависит от вашей духовки и от размера печенья. Печенье уже готово. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 26 печенья. Первая и вторая партия печенья уже остыли. Эти 4 штуки я только что достала из духовки. Печенье получается коричневого цвета за счёт того, что мы в тесто добавили корицу и коричневый сахар. Если вы думаете, что печенья получилось очень много, не переживайте. Они настолько вкусные, что на вашем столе долго не задержатся. Печенье очень вкусное и мягкое в тёплом виде. Когда они остынут, немножко затвердеют. Но на вкус это не влияет. Они вот такие нежные и очень мягкие. И внутри очень рыхлые. Они очень хорошо пропеклись и снизу, и сверху. Попробуйте приготовить такие замечательные овсяные печенья по моему рецепту. Уверена, что они вам очень понравятся. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю приятного чаепития и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok